Все волонтеры в одной лодке. Работа женщины не ограничивается одним приютом. Носущие проблемы животных всегда актуальны. Как мы говорим с волонтером Аллой Науменко, мы кричим о помощи. Очень страшно остаться одной, беспомощной, с толпой тех, кто от тебя зависит. Опять животные Людмилы Королевской просто голодают. Предыдущие просьбы о помощи помогли продержаться некоторое время. Хотя последний пост и видео было сделано достаточно давно. Но беда не приходит одна. У Людмилы Королевской вышла из строя батарея на недавно подаренном ей телефоне. Хотя как недавно, уже наверное год, если не больше прошел. Покупать новую батарею не за что. Все уходит на питание животных. Людмила Королевская теперь не может не сделать ни новых фотохвостиков. Не выйти на связь через интернет. А она только освоила мессенджер Вайбер. С помощью которого она общалась с читателями, зрителями блога, неравнодушными людьми. И всеми теми, кто в принципе хотел с этой женщиной выйти на связь. Связь теперь потеряна. Но тем не менее, хочется сказать огромное спасибо всем, кто помог с оплатой долга за лечение Багиры. Это как раз касается того прошлого поста, который был сделан где-то полтора месяца назад. Кушечка чувствует себя замечательно. Очень бы хотелось порадовать вас, спасителей, новыми фотографиями Багиры. Но проблема со связью для Людмилы теперь просто неподъемная. Цены на все снова взлетели в небес. Пожилой, слабо ходящей женщине не хватает минимальной пенсии для содержания почти четырех десятков подобрашек. И бездомных толп еще и на улице, которых она по-прежнему продолжает кормить. А там, если помните, не только коты, но и собаки еще есть. Долги только прибавляются, давать нечем, просто пропасть какая-то. Людмила не знает, где искать поддержки. Просила даже у волонтера Аллы занять. Но она сама не работала это время, сидела дома с воспалением легких. Хозяйка Луннова потратила на еду свою все, что отложила на ремонт когтеточек. И еще ко всему тому в долги влезла. Лечение у нас, сами знаете, золотое. Так что занимать ничего, да и не у кого. Животных еще прибавилось. Недавно появившаяся дикая кошечка привела двух котят. Новоявленное семейство тоже хочет кушать изо дня в день.